Космический турист Одна из фотографий, которую миллиардер сделал в космосе, даже не с МКС, а на пути к ней Юсак успел снять вот эту красоту на свой афон за несколько минут до стыковки российского космического корабля «Союз МС-20» со станции С такого ракурса мы МКС еще точно не видели Плюс Майзава успел превратить фото в NFT И, судя по всему, это будет первая NFT-работа из космоса Снимок автор назвал красиво Рандеву В профиле можно полюбоваться и на прекрасную Землю в таймлапс На видео успели поймать полный облет вокруг Земли Панели солнечных батарей, кстати, тоже попали в кадр Именно они обеспечивают всю станцию электроэнергией Это напоминает полет Юрия Гагарина, который тоже сделал полный виток вокруг Земли Вместе с миллиардером в космос летал и его помощник Йоза Хирана С камерой на МКС он почти не расставался Основной задачей Йозы была съемка босса для его YouTube-канала Но и про Инстаграм свой он, к счастью, не забывал Вот, например, всем нам привычные объекты Люди, яблоки, салфетки, полотенца, консервные банки, тетрадки Казалось бы, ничего особенного Но если представить, что действительно все это вокруг тебя летает И ты это можешь поймать из воздуха Ну, в общем-то, в голове сложно укладывается А в космосе это обыденность Командир экспедиции Александр Мисуркин — большой поклонник бадминтона Отсутствие гравитации для него вообще не помеха Поэтому космонавт решил устроить на станции игру в бадминтон И показал всем нам, как это все прошло Цель символической игры — привлечь внимание к демографическим проблемам в разных странах В том числе в России Как мы все с вами знаем, спорт — это жизнь Так что если уж на МКС в невесомости им умудряются заниматься То нам после офисной работы тоже не помешало бы хотя бы немного размять спину Петр Дубров на орбите Он уже с апреля этого года И за это время успел набрать популярность в Инстаграм Лично мне понравились вот эти фотографии американских астронавтов в открытом космосе Здесь как раз успели поймать их момент выхода из люков Кстати говоря, работали они там довольно долго — 6,5 часов Нужно было заменить на станции неисправную антенну Ну а здесь мы уже видим снимки солнечного затмения Которое произошло рано утром 4 декабря Как написал Петр у себя в профиле Экипаж МКС — один из тех везунчиков, которым удалось наблюдать почти полную фазу Этого удивительного, красивого астрономического явления А месяц назад станцию покинул прогресс МС-17 Такой грузовик увез с собой больше тонны старого оборудования и мусора И чтобы корабль ушел безопасно, станцию развернули на 90 градусов И космонавты видели вот такую необычную картину в своих иллюминаторах Ну, мы с вами тоже можем полюбоваться на видео Ну и наконец, совсем скоро мы будем праздновать Новый год Оливье, гирлянды, танцы вокруг елки Все это роскошь, которую в космосе найти не так-то просто Но космонавты, народ находчивый и праздничную атмосферу создавать тоже умеет Антон Шкаплер уже четвертый раз будет встречать Новый год на орбите Поэтому толку в этом знает Хотя, если точнее, то даже не четвертый раз, а 64-й Потому что за сутки МКС облетает Землю 16 раз И 16 раз она пересекает условную линию с нашей планетой Где в данный конкретный момент наступает полночь И люди поздравляют друг друга с праздником Антон поделился фотографиями из своего архива Смотрите, тут тебе и новогодние украшения, и мини-елки И носки для подарков, и все что угодно И наверняка шампанское тоже есть Но, разумеется, безалкогольное Оливье и подарки, кстати, там тоже имеются Все приводят с собой заранее Так что ждем 31 число и готовимся к новому космическому году Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин